у меня на приеме одна больная подарила вот такого человечка врача сказал я вам очень благодарна пусть он у вас охраняет и помогает вас вам во врачебной деятельности я когда с ним посидела целый день на меня никто не ругался все больные были доброжелательны я решил что он у меня будет ангел-хранитель как 20 лет назад появился этот милый добрый дедушка доктор в кабинете врача елены лукиной так с тех пор и началась активная докторизация ее личных пространств поначалу свою лепту в создание коллекции вносили муж тоже врач и дети когда-то давно сын привез черноморского побережья врача из гальки с надписью иных уж нет других далечим а на очередной юбилей родных заказали ей авторскую куклу это я еще молодая с длинными волосами пытающаяся пробоваться кататься на велосипеде с моей любимой собакой умкой вперед за приключениями это называется кукла а потом коллекция милых игрушечных врачей стала расти как снежный ком теперь их уже без малого 400 постепенно дома заполнились все полки во всех комнатах и где бы ни работала елена викторовна в ее кабинете всегда находилось место для докторов талисманов иногда правда не обходилась без потерь у меня этих ручек было 16 штук если вы можете почитать осталось но их некоторые просто держит в руках можно подержу успокоюсь правда потом видимо успокоен и уходит виде талисмана такое тоже было но бывает и так что вот один унес но принес мне вот такой вот взамен это что это позвоночник господи сказал что вылечили оказалось что фантазии производителей людей в белых халатах просто безгранична есть флешки врачи грелки фляжки а вот эта фарфоровая миниатюра видимо называется служебный роман теперь в каждом путешествии в любой точке пребывания у семьи лукиных задача максимум одна найти доктора есть врач неваляшка сарбата и например матрешка привезенной с поднебесной правда заметьте медсестра у того китайского доктора почему-то голубоглазая блондинка а здесь градусы сколько нужно представляете чачу проверять и вот такую дозу это принимать а как вам наборчик с чачей под названием то что доктор прописал естественно такую терапию мог назначить только позитивнейший врач из грузии откуда собственно это лекарство и привезли или вот удивительные врачи знаменитые чешские куклы марионетки которые между прочим внесены в список культурного наследия юнеско марионетка произошла от слова я же говорила божья мама божья матерь которая поднимает ручку учит первое это она вас благословит если вы попробуйте поднять руку значит она вас благословит на ваше все деяние на отдельных полках представители разных врачебных специализаций брутальный хирург задумчивый терапевт лорд травматолог но видимо у создателей были какие-то личные счеты со стоматологами которые в их исполнении особенно ужасны с кариесными зубами и плоскогубцами в руках чего не скажешь о медсестрах вот у стоматологов бывает только такие красивые медсестры чтобы можно было вытирать зубы без анестезии я так думаю елена викторовна лукина невропатолог с 40-летним стажем иглотерапевт между прочим очень хороший врач проверено на себе и когда ее пациенты просят а можно я вам игрушку как благодарность за ваш труд сделаю она это только приветствует ну потому что все что сделано собственными ручками с мыслями о любимом враче это ведь само по себе прекрасно ну а во-вторых кому как не неврологу знать всякий ручной труд он успокаивает нервы от которых как известно все болезни да и вообще мелкая моторика рук она улучшает память а раз память улучшается то болезнь альцгеймера и наша вся деменция отодвигается на несколько лет но вы же знаете что иногда даже просто переступить порог кабинета доктора это как горящий костер прыгнуть страшно от одной только мысли услышать жуткий врачебный приговор ой как все запущено так вот елена викторовна и старается эту нервозную обстановочку всячески разряжать в том числе при помощи своих игрушечных коллег наталья кич на александр и блонский новости твк